всем привет вы на канале таксами праги сегодня суббота 5 августа давайте смотаем пробег и расход топлива расход топлива смотали и пробег давайте начинать все я выехал из дома сейчас я выдвигаюсь на центр я буду искать там заказы но я предполагаю что сегодня по заказу очень тяжко как и вчера так как я даже где-то с 6 вечера до 12 часов ночи работал по эконому потому что в обычном тарифе болте стандарт заказов практически не было машине если были то чудо какое-то в общем так сказать а по уберу вообще 0 заказов было и поэтому я решил сегодня взять второй телефон и в принципе показать уже онлайн как я принципе двигаюсь по праге беру заказы и так далее в общем принципе кому будет интересно такой контент то пишите обязательно в комментариях так что у нас по конкуренции интересно машин нет по эконому 5 минут подачи 6 даже а по болту тоже нет машин но почему-то заказы мне до сих пор не приходят я даже не знаю поэтому я сейчас не буду включать эконом постою подожду обстанкал стандарт вот так принципе сегодня кстати целый день дождь у нас будет идти в праге особенно сильно он пойдет где-то после 12 часов и до 5 часов утра так что как раз самая жара начнется именно после 12 часов ночи как мы видим на экране сейчас что небольшой коэффициент присутствует у нас на девицкой об этом районе почему-то машин нету и заказов тоже нету то есть вообще не знаю люди вот пропали отсюда и поэтому я сейчас лучше подвигаюсь вообще в центр что там по про очень поймать потому что дождик идет вроде туристы должны заказывать такси чтобы не попасть не намокнуть точнее и поэтому я предполагаю что там есть заказы поэтому я сейчас то поеду а эконом принципе можно было бы и нажать на самом деле но учитывая того что машин эконома вообще нету в праге но многие водители дать перестали включать эконом тариф потому что большие подачи не очень выгодно скорее всего из-за этого и поэтому я тоже придерживаюсь к этой стадному чувству и не буду пока включать эконом как станет вообще тухло то наверно я включу эконом чтобы хоть какую-то сумму заработать и показать вам пришел мне заказ моника с улицы не могу даже прочитать муслбекова топа до парижской за 120 крон что-то не знаю очень дешево на самом деле так что едем сейчас прям в центр и там конечно не очень так вот на самом деле заказ потому что придется мне включать там эконом чтобы что-то хотя бы что-то поймать там потому что конкуренция очень большая потому что я уже до этого посмотрел то есть видите здесь не так уж много машин а прям в центре здесь будет вообще колоссальное количество автомобилей поэтому будет ну нереально поймать заказ и поэтому придется сразу же включать экономии уже там искать на месте чтобы уехать из центра по заказам оказывается в центре у нас достаточно хорошо стаб стоя дела взял тариф болт правда я как предполагаю что этот заказ многие отменяли потому что вот эта дорога которая длинная наверх идет она не очень выгодная по бензину и по фоне заказа потому что ты едешь на на гору до конца и потом там очень скорость очень маленькая километров на 10-15 нужно ехать и потом нужно потом короче невыгодный заказ по бензину и по времени в общем но я взял потому что это лучше чем стоять на месте да еще кстати везу я пассажира данило и у него . стоит в общем у него . стоит не могу я просто сейчас еду за рулем и одной рукой все это управляю в общем . стоит прям на немножко чуть выше куда я могу приехать и интересно он спустится ко мне прямо на дорогу или нет потому что именно у русскоязычных людей как правило такая вот пространстве как бы очень сильно путаются и и уже 2023 год и они до сих пор не научились находить автомобили по карте то есть у них приложение болта пассажира он даже он сделал приложение пассажира болта ездить куда он заказала где он стоит где моя машина едет и они как правило просто но это вообще не видят они заказали заказали такси и просто говорят а я верю где в общем такие постоянно пассажиры бывают именно с русскоязычными людьми а ну да он видите что прям там стоит сверху куда я не могу проехать сто процентов а здесь дорога очень узкая и я даже не знаю где буду запарковаться в общем у него заказ по карте посмотрим что будет дальше вот его . геометка он прям замке возле президентского дворца стоит а я вот здесь стою то есть его . здесь указано ему как бы нужно сюда спуститься вниз а он стоит стоит здесь да и ладно знаете кто машина вообще не ездят там уже как найти как типа красная площадь в москве а вот туда короче жесть я буду здесь стоять пять минут где-то так уркаться машина пропускать ждем еще три минуты и получаемся от крон и уезжаем теперь я понимаю почему это люди отменяли я как бы тоже предполагал это но я взял потому что для контента либо для интернет как бы чтобы все это показать и стоит никуда не двигается просто то есть он видит моем автомобиле еще без разницы вон таксист был тоже высадил пассажиров и пошли не наверх принципе а туда я не могу даже заехать здесь здесь знак стоит да тоже если место нужно проехать от такой круг нужно делать что мама не горюй в общем такие дела и он до сих пор стоит на месте ждет чего непонятно чего имя данилу я на месте вы где говорит все ему написал вы не стоите делать эти я не могу за приехать посмотрите на карту где стою и куда вы заказали и пока вы заказали точку все он до сих пор здесь стоит то есть ему без разницы еще 30 секунд я бабки с ним забираю и уезжаю как я и до этого говорил что из пассажирами снг это стандарт стандарт сервис то есть люди кого-то с другой планеты уже 2023 год а убер появился что-то стали в тринадцатом году за 10 лет люди до сих пор не освоили эту геометки там я не знаю в общем такие дела все и отменил получил 50 крон и еду вот этот большой круг который рассказывал в гору где лежачий полицейский каждый 50 метров нужно останавливаться на передачу едем в гору постоянно то есть заказ максимально невыгодный поэтому его все отменяли и мне он достался на самом деле стоял ждал в общем заказы не приходили никакие в итоге включил эконом и тут же практически сразу пришел у меня уже следующий заказ что все-таки по эконому поработал потому что в болте меня что-то тот заказ вообще что-то как-то выбил из строя как-то немножко но разозрил в общем и сейчас я покажу пэйтхонг как я понимаю вьетнамец и где он будет когда по приезду сейчас приеду на заказ на сам адрес он будет ждать меня либо где-то стоять в общем интересно видите как местные люди стоят в такси как пример это третье мой заказ это не постанова никакая сейчас увидим так сейчас мы подъезжаем уже видите на экране тот же хонг так красный светофор сзади автомобиль еще а там очень узко на самом деле останавливаться даже его очень проблематично мы попробуем это совершить где-то здесь нужно тормозных не и вопрос это что проедет нет да проезжает все сели добрый день довелся оказывается практически бабушку вьетнамку как видели сами без проблем тут же я приехал буквально секунды две-три она поняла что я приехал и тут же села и мы поехали и еще даже чаевые оставила 25 крон то есть несмотря на то что это тариф заказ был эконом он мне по стоимости даже выше оказался то есть я заработал вы больше чем вас по обычному тарифу опять же я не говорю что про всех люди страны снг это и так в принципе потупливают на самом деле в положениях но проценты 50 как правило из этих 50 процентов люди просто долго выходят они заказывают машину уже ждать и таки выхода типа что ну а такси подождет остальные просто процентов на 15 вот так именно то есть эти заказов два заказа будут именно неудачных то есть достаточно это очень большой процент обычно с чехами это приезжие например если не прожаки не пражские люди то то я думаю где-то на небольшой на самом деле процент тоже так бывает потупливают но очень редко и в основном туристы из ближнего востока тоже так потупливают на самом деле тоже надо смотреть на имена остальные в принципе те же европейцы американцы они прям выскакивают чуть ли не бегут за машиной то есть в этом плане они как-то более не развиты в этом плане а плане того что они привыкли к этим услугам уже ну давно достаточно использовать услуги и от принципе разбираются хотя чё там на разбираться тут даже бабушка вьетнамка села спокойно и поехала на самом деле тут даже не знаю любой разберется со второго не со второго так с третьего раза за три три раза за 10 лет на такси при помощи положения я думаю каждый уже проехал на самом деле так что это уже вопросы воспитания на самом деле так довелся до мандран двух девушек одна девушка короче у меня получать словенка она а я это подруга ее и напомнила мне вот эта подруга как раз таки как из одного советского мультфильма где кот превратился бегемота сейчас я вставлю отрезок девушка вы не скажете где я очутился 7 градусов южной широты и 30 градусов восточной долготы конечно это возможно скорее сегодня девушка она считает себя уже не девушкой но в моде конечно можно тоже особо не понимаю но ассоциации конечно именно у меня с этим мультфильмом советском почему-то глядя на эту женский пол и как-то как этому не знаю можно сказать какая-то классификация отдельно существует что ты тут делаешь ищу клиентов я я хочу воронеж что такие дела а заказ кстати да неплохое тоже это по тарифу эконому до и п павла до центра за 210 крон считаю что довольно таки неплохо потому что мандраны в последнее время меня расстраивают потому что в обычном тарифе болт отсюда ну нереально поэтому взять заказ по обычному по стандарту болта как правило либо эконом либо голиком нужно возвращаться в центр и поэтому можно сказать что мне повезло взял принципе до центра заказ привелся человека на это павлова рядом где все эти бургер кинге макдональдсы и появился коэффициент достаточно неплохой это по болту экономику что выключил меня сразу подъезжаю к этому и павлу сразу приходили мне заказы дешевые у меня уже процентные проценты отмененных заказов 67 процентов то есть это достаточно мало лучше оставить на ночь потому что ночью будет коэффициент высокий и нужно заказы по выбирать на самом деле какие лучше брать какие отменять и для этого нужно процент процент перенескать заказов оказался основан мандранах и пришлось не включить экономии практически сразу мне пришел уже следующий заказ по экономику адресе достаточно не запомнил докуда именно потому что велся пассажира цен практически из центра до мандрана и там оказался много немного пьяный человек который дал мне в итоге заказ был в общем там 70 крон со скидкой без точнее без скидки было около чем 130 крон со скидкой был 70 крон и дал он всю дорогу что считал мелочевку хотел бедал 70 крон в итоге не насчитался до конца 70 крон в итоге дал мне 2000 я в итоге как бы считал эти деньги сдачу ему нормально сначала 1000 дал большой купюрой потом 900 500 и под ну в общем нормально в общем дал и еще 30 крон дал а он все не понимал что 500 крон учитал как 200 и он был что я его обманываю в общем национальности я не буду говорить какой именно в общем не местных так что в итоге он все-таки разобрался и даже мне оставил три скромчевых и поэтому такой конфуз как бы получился он бывает подъехал и мне уже придется выезжать дальше довез я заказ до жишкова в принципе офигенный заказ будет с мандрана можно так сказать и у меня сейчас топливо на 38 километров осталось и я даже не знаю что делать поэтому я вышел с линии несмотря на то что коэффициент большой и сейчас еду на заправку на робби ойл здесь находится недалеко на жишкова там чем она примечательна тем что там в основном таксисты собираются те которые не хотят возить эконом и просто стоят курят общаются так что имейте ввиду там если вы хотите пообщаться с таксистами бывалыми там не обязательно что именно чехи стоят на основном русскоговорящие на самом деле это может не принципе общаться по узнать что много много интересного на самом деле сейчас я подъеду к тому месту покажу где находится 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 на сифертово здесь недалеко на самом деле от выше е вот она та самая самая заправка роббин ойл таксисты все заправимся и поедем дальше работать потому что нам работа пока идет только выехал заправки сразу пришел заказ топливо подорожало 3650 буквально неделю недели недель назад где-то 1 за 34 можно было брать две кроны по всем заправкам в чехии на подняли цены так что на дизель не так уж выгодно было сейчас таксай как раньше например так на мацловаку коэффициент офигенный это по болту а по эконому там коэффициент 1.2 то есть если я сейчас включу эконом то мне моментальный придет заказ довольно таки дешевый и не придется далеко ехать на самом-то деле а если я буду здесь ждать ожидать заказ вот эти ребята могут меня докопаться типа мол почему ты вторым рядом стоишь хотя это может маловероятно но шанс есть и поэтому я даже не знаю что делать может быть выйти в эконом что получить и поменять месту дислокацию на самом-то деле в принципе неплохой вариант так давайте таки сделаем потому что без варианта особо здесь приблизим притормозим оба а пришел заказ 1.2 85 крон это вообще не варик конечно отменяем поедем дальше наверх снова 1.1 80 крон хрен знает нечто вообще вариант не ходи не хочется брать 80 крон отменяем отменяю у них и газета этот а эта тачка короче которая на меня нападал это чувачок чизофрении который 9 и пробковали там и так кто-то там сидит интересно идти посмотреть интересно там баба сидела как я понял андрей снова отель гольф не вариант в общем эконом вообще не варик пока что ездить лучше поставить пока чтобы заказываю поэтому мы стоим здесь на словаку не успел ты заснять как у меня пришел заказ по болту уже только с коэффициентом 1.2 на экране вы помните если там было бы в принципе в центре полтора коэффициента я не знаю просто как они у них получил заказать с 1.2 но я все-таки взял этот заказ и отвез доходово вот и тут же как я уже начал завершать заказ мне уже следующую по цепочке пришел уже тоже болт даже с небольшим коэффициентом 1.2 и поэтому сейчас работа уже неожиданно началась резко где-то около 9 часов вечера обычно работа начинается где-то часов 11 вечера сейчас пораньше дать видно из-за дождя сейчас нахожусь на гостеваре завершил тот заказ именно сходова до гостевара за 200 крон 76 км проехал потом я тоже пришел сразу следующий заказ но я отклонил потому что это было подача большая 4 километра и до праги 22 это нужно было сюда центру по сути выезжать и поэтому я отменил сейчас в принципе буду в этом районе пока подожду немного передохну потому что ездил с 6 вечера без первого по сути 4 часа лучше счастливым 10 посижу может быть что нибудь придет а пока что вот такие дела временно с пол двенадцатого и пришел заказ до миловиц юлия конечно не поедем чеснется мы сейчас лучше по городу поработаем потому что такие заказы брать не но если принц я подъехал договорился бы за кэш возможно еще да это за 0 коэффициент по болту это очень мало на самом деле то есть я заработаю по сути то же самое что и здесь по городу буду ездить только пробег по городу много меньше еще например мало ли что стучится на дорогу на трассе вдруг колесо пробьется либо да хоть все что угодно в общем и такие будут приключения что мало не покажется у меня один раз такая ситуация была что я поехал за город и наехал на яму себя просто колесо продрявил и в итоге встал на такие бабки нормальные то есть колесо нужно было купить потом короче вообще жесть то есть не стоит того на самом деле если был бы с коэффициентом тогда да еще принципе стоит а так я не очень сильно желают заказ взять буду двигаться в центр потому что там есть коэффициент принципе заказ тоже здесь позже работа появится получше пока что такая средняя самом деле время уже пол первого практически и коэффициент наконец-то появился в городе полтораха где-то 16 не варяне варик от меня далековатое подачи 24 километра 24 я могу принц сюда приехать и получить уже полтора как так что не берем и до этого что же заказы приходили особо не особо не выгодны поэтому нужно выбирать заказы определенный если не знаете конечный адрес куда именно поедете в например там аурибска какую сторону все непонятно я даже сам не знаю то лучше конечно отменяете а если и кайф полтора то в принципе без разницы ходит на окраину города входит в дрездов поэтому такая тактика после 12 на самом деле очень хорошая то есть выполнили еще один заказ 18 ну 18 мы берем в любом случае поехали там цена 160 крон вроде как я понял коэффициент 18 значит это коротыш будет очень выгодный заказ так что я поехал дальше работать время доходит три часа ночи коэффициент в городе принципе офигенный я не снимаю как я выполняю смены потому что очень жило рулить по такому дождю плюс еще нужно что-то говорить принципе в камеру и что-то что-то еще объяснять дорога очень плохо видно и поэтому не безопасно заниматься поэтому я сейчас хочу в принципе доработать до часов пяти может шести и там уже подвести итоги в принципе поэтому вы же увидите как я подвожу итоги так все вы я дома уже время почти 6 часов утра средний расход топлива 7 и 9 пробег 306 давайте все вместе почитаем сколько сегодня получилось общая сумма 7055 крон из этой суммы мы считаем 1750 крон это комиссию болта и общая сумма с учетом комиссии за аппликацию 5305 крон из это суммы мы считаем комиссию таксопарка 250 крон амортизация автомобиля 300 крон также мы отнимаем топлива 870 крон и добавляем 300 крон чего сегодня было достаточно хорошие чего и поэтому где-то примерно в этих суммах вы так и выходит и того у нас за два часов работы выходит 4185 крон сегодняшняя смена как оказалось достаточно хорошую по заработку я даже на самом деле немножко удивлен потому что предыдущую неделю и вчера была очень тухлая работа но наверное все это из-за дождя потому что он идет целый целый день по сути уже 12 часов 12 часов лет и до сих пор он идет и воскресенье думаю тоже будет идти до 12 часов дня а может даже и дальше то есть можно смело выходить и сегодня на работу что я и сделал на самом деле вам советую пока есть работа нужно работать каждый день и чтобы заработать хорошую сумму и потом уже отдыхать вот так вот и на это все всем спасибо за просмотр подписочка лайк пока